Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Трагическая новость пришла сегодня. Умер всемирно известный певец, исполнитель в жанре шансон Вилли Токарев. Его знали по всему миру и в России. Певец Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни. Об этом ведущему эхо Москвы Николаю Тамразуму сообщила семья артиста. Причины смерти не уточняются. Вилли Токарев был известным российским и американским автором-исполнителем песен в жанре русский шансон. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса. Работал в оркестре Анатолия Кроула, в симфоджаз-ансамбле Жанна Тотлянова, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюли Чухили. Позже в ансамбле Дружба Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой. И вы знаете, мне кажется, каждый, кто даже не знает такой Вилли Токарев, так или иначе, знает этого усатого мужчину в очках. И наверняка слышал какие-то его песни, может быть, даже они на слуху, но, значит, может быть, человек и не знает, что это зовут Вилли Токарев. Потому что он был известен всем, но вот чтобы каждый день где-то выступать или там через день, чтобы вот привлекаться здесь. Он уехал в Америку, дело в том, что, значит, в 1974 году эмигрировал в США, и там он был разнорабочим, почтальонам, пишут, таксистам. Потом стал петь. В 1979 году вышла первая его пластинка о жизни, она всегда прекрасна, которая не была замечена. В 1981 году в шумном балагане, который принесла Вилли известность среди русскоязычных эмигрантов в Америке, он сначала стал известен. В 80-х годах работал в русском ресторане «Садко», потом в ресторанах «Приморский», «Одесса». Ему аккомпанировала Ирина Ола. Его называли почетным евреем Брайтона. Вилли основал свой лейбл «One Man Band», записал там около 20 альбомов. 20 альбомов! В 1989 году Вилли Токарев прилетел в СССР с концертами. Большую роль в организации гастроли сыграли известный антрепренер Виктор Шульман, который сам тоже исполнял одесские песни из репертура ленинградских магнитофонных бардов. Борис Исичкин и других ветеранов жанра. 70 концертов по всему Советскому Союзу прошли с оглушительным успехом. Год спустя он повторил гастроли. То есть, еще раз говорю, по телевидению не так сильно его показывали. По телеканалу «Шансон» очень много крутили его. А так, в целом, в 90-е годы Вилли Токарев переехал из США обратно в Москву. Стал жить на Зубовском бульваре. Затем переехал в Иссутный дом на Котельнической набережной. Здесь открыл свою студию звукозаписи. С 2006 года являлся почетным жителем Таганского района города Москвы. Я могу сказать, что Вилли Токарев на самом деле изумительно талантливый человек. Потому что номерных альбомов только по годам. Если посмотреть с 1979 года по 2014 год, у него тут просто неимоверное количество. Их тут, наверное, 20, а то и 30. Это не песен, а альбомов. Очень жаль, очень жаль. Человек действительно легенда. Вилли Токарев это действительно человек легенда. Поэтому соболезнования приношу всем. Не просто семье, но и самое главное всем тем, кто слушал, любил его песни. И многие просто и не слушали постоянно, но если слышали, точно знали, что это Вилли Токарев. Его манеру исполнения сложно было как-то пародировать или еще что-то. Это был действительно легендарный человек. Очень жаль, большая действительно утрата для музыкальной индустрии. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok